Привет, друзья! Сейчас у нас начинается хода Киевского Патриархата, по привычке, говорю, хотя Православная Церковь Украины, Православная Церковь Украины, напомню, это церковь, которая получила Томас, в отличие от Московской Церкви, и которая является единственной на сегодняшний день в Украине канонической, каноничной церковью. Напомню, что у Церкви Московского Патриархата Томаса нет, как и у самой РПЦ, насколько мне тоже известно, Томаса тоже нет, есть только у ПЦУ. Но это, с моей точки зрения, большое преимущество, хотя я не силен в этих религиозных вопросах. Да, так сегодня хода будет в ПЦУ. Вчера была хода у ПЦ Московского Патриархата, там было, они свезли очень большую массовку, было очень много людей, целыми селами, я так понял, свозили. Но дело в том, что из-за угрозы пандемии, соответственно, ПЦУ не проводит никаких массовых акций, соответственно, тут только духовенство, военные капелланы, а также совсем небольшое количество мирян. И, скажем так, верующих довольно немного, только те, кто мог подойти из соседних домов, из Киева и так далее. Соответственно, довольно немного людей, относительно немного, и совсем другая обстановка, чем та, что была вчера. Вчера тут было очень далеко, пошла наша хода, вот у меня сзади, они уже пошли. Соответственно, сейчас будем уже снимать саму ходу. Пойдет все это на Владимирскую горку, к памятнику дядю Владимиру, где обычно проводятся эти мероприятия. А надо сказать, что у нас сегодня годовщина крещения Руси и Украины. Напомню, что Русь – это Украина, Украина – это Русь, других каких-то вариантов не просматривается. Соответственно, киевский князь крестил Русь, а никакую не Россию, ничего что-либо России, понятное дело, в те годы не то, что не существовало, о таком смешном слове никто даже и не вспоминал, и не слышал. Но мы будем держать вас в курсе дела о том, как разведать сегодня любезное мероприятие. И в течение дня буду вкладывать видео в интернет.